Мьютини Пикчерс и Рок Хейвен Филмс представляют. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мэривилл, Миссури Ежедневная газета Я слышал, будет соревнование тягачей завтра. Могу написать статью об этом. Мы ведь уже писали. Да, но это финал штата в Канзас-Сити. Зачем его освещать? Сын Фила. Он участвует. Ах, да. Ладно, что-то еще? Итоги собрания школьного совета. Нет, это я поручу новенькой. Что-то еще? Ну ладно, значит, соревнование тягачей. Дэвид, а у тебя? Что нашел? Полицейские сводки, фонд по борьбе с раком, сбор детских игрушек. И все? Все. Ясно. Кому есть, что добавить? Мэгги? Ладно, расходимся. Дэвид, постой. Да, босс. Помнишь Сьюзи Поттер? Конечно. Ее мать недавно умерла от рака. Она говорила, что хочет продолжить поиски. Напишешь что-то об этом? Что-то можно найти спустя 10 лет. До годовщины еще пара месяцев. Время есть. Со мной никто не заговорит. Это Скидмор. Ну, ты разберешься. Еще одно. Я нанял твою подругу. Какую? Лизу. Не мог бы ты помочь ей освоиться, ввести в курс дела? Но у меня много работы. И что, это же недолго. Привет, Лиза. Вы знакомы? Дэвид Фримонт. Лиза. Пусть Дэвид все тебе покажет. Если будет нужно, обращайся. Спасибо. Давно не виделись. Да. Как жизнь? Нормально. Проведу экскурсию. Это твой стол. С прежним репортером мы попрощались. Эй, Мэгги. Это Лиза Джонсон, новый репортер. Привет. Рада знакомству. Взаимно. Мэгги наш секретарь, она может помочь тебе с чем угодно. Буду знать. Утренняя летучка в девять, материал подаем к десяти. Ясно. Что-то еще? Нет. Думаю, все. Хочешь поговорить? Лиза, мы три года не разговаривали. Просто спросила. Над чем работаешь? Готовлюсь к интервью. О, что за интервью? Насчет пропавшей девочки из Скидмара. Когда это было? Что-то припоминаю. Десять лет назад. С кем интервью? Со старшей сестрой. Последней, кто ее видел. Друг, ты должен взять меня с собой. Нет. Не возьму. Мы так давно не работали вместе. У тебя своей работы нет? Поверишь, что я все доделала? Нет. Давай. Как раньше? Ну, не знаю. Буду твоей ассистенткой. Если станет трудно, подхвачу. Ладно. Да. Хорошо. Едем через час. Пропал человек. Сьюзи Мэри Поттер. Просьба сообщить любую информацию. Боже, я и забыла, что здесь ничего нет. Что здесь можно делать? Люди здесь живут и что-то делают. Да. Расцвет общественной жизни. Расцвет общественной жизни. А раньше тебе нравилось? Зачем ты вернулась, Лиза? По тебе соскучилась. А на самом деле зачем? Чтобы вернуться домой, нужен повод? Так неожиданно? Скажем так, кое-что не сложилось. Скидмор, Миссури. Привет, Диана. Я Дэвид Фримонт. Мы говорили по телефону. Это Лиза Джонсон из нашей газеты. Можно зайти? Конечно. Да, проходите. Расскажите нам что-нибудь о Сьюзи? Да. Сьюзи на шесть лет младше меня. Она была очень доброй. Участвовала в жизни церкви. Всем помогала. Ей было 12, когда она пропала. Да, верно. У неё было много друзей? Общалась с двумя девчонками. Помните именно? Алиса и Кейси. Её лучшие подружки. А у вас нет их номеров? Не знаю. Попробую поискать. Спасибо. Что ж, расскажите про тот день. Извините, просто я давно об этом не говорила. Ничего. Не торопитесь. Ну, я помню всё, будто это было вчера. Тем вечером я собиралась встретиться с друзьями. А Сьюзи весь день слонялась по дому. Читала, болтала по телефону. Не помните, с кем болтала? Я не знаю. Не обращала внимания. Я собиралась пойти в душ, а... Она выбежала забрать Библию из машины. А потом, когда я вышла из душа, её уже не было. Когда обратились в полицию? Через пару часов. А где были ваши родители в этот момент? Мама на работе, а... Отца уже несколько лет как не стало. Я повсюду её искала. Дверь была нараспашку. Я заглянула в машину. Её Библии там не было. Значит, до машины она дошла. Я не нашла её и запаниковала. Позвонила маме на работу. Мы спрашивали всех соседей, но никто её не видел. Что, по-вашему, с ней случилось? Я не знаю. Но кто-то в городе должен знать. С чего вы взяли? Мисс Джонсон, это Скидмор. Все про всех знают, и мне не верилось, что никто ничего не слышал. А после того случая... Я уверена. Какого случая? Через год после исчезновения Сьюзи я нашла в машине эти страницы. Из Библии Сьюзи. Я сама ей её дарила. Подчёркнута вот эта строка. Неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Сообщили в полицию? Да, конечно. Но мне сказали, что Сьюзи могла сама подчеркнуть, а страницы просто завалились куда-то в машине. Но я всё перерыла, когда она пропала. Их там не было. Вы надеетесь узнать, что с ней случилось? Мама до последнего дня верила, что однажды Сьюзи зайдёт в эту дверь. Одно время я тоже в это верила. Но сейчас чувствую, что её нет в живых. Я обязана знать. Сочувствую. Понимаю, как вам тяжело. Ничего. Я рада, что о нас ещё не забыли. Ну что вы. Спасибо, что рассказали. Да, спасибо. Помнишь, Диана сказала, что Сьюзи была активной прихожанкой? Да. Я позвонила в её церковь, и настоятель сказал, что Сьюзи тесно общалась с молодым священником и его женой. Грейс и Мэтью Донован, сами вчерашние студенты, были популярны у молодёжи. Что-то ещё? Он дал мне их номер, я попробую позвонить. Молодец, Лиз. Спасибо. Эй. Не хочешь заняться этим официально? Серьёзно? Да. Я поговорю с Джейсоном. Раз ты мне помогаешь, это должно оплачиваться. Ну что ж, ловлю тебя на слове. Ладно. Алло. Здравствуйте, Грейс. Я Лиза Джонсон из газеты Мэривилла. Могу я задать вам несколько вопросов о Сьюзи Поттер? Каких вопросов? Перед годовщиной её исчезновения мы готовим большую статью об этом деле и беседуем с теми, кто её знал. Как я поняла, вы были близки? Она была хорошей. Мы её любили. Так Сьюзи была общительной? Сьюзи была умной, но несколько замкнутой. Она держала всё в себе? Вроде того. Да. Но вы с ней тесно общались, верно? Мы с ней разговаривали. А когда вы в последний раз виделись? За пару дней до... Грейс? Грейс? Вы слышите? Не могу об этом говорить. Грейс? Алло? Нет. Я не могу поручить одну статью двум репортерам. Не хватает людей для соревнования тягачей? Лиза подходит для этого дела. Тогда пусть статью пишет она. Ты этого хочешь? Это неплохая идея. Дэвид, я поручил тебе эту тему. Чтобы больше я об этом не слышал. Ладно. Я теперь соавтор? Нет. Почему? Говорит, не хватает репортеров. Если перестанешь помогать, я пойму. Тебе везёт, что я не привыкла отступать. Придётся работать в свободное время. Дозвонилась до Донованов? Да. Разговаривала с Грейс, но она повесила трубку. Мы что-то нащупали? Возможно. Продолжаем спать. Аккуратно. Продолжаем. Дура. 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 Продолжение следует... Там никто не живёт. Да, похоже на то. Вот и не надо вламываться. Ещё пристрелят. Такое здесь уже случалось? Просто будьте поосторожнее. Хорошо. Не знаете, кто здесь жил? Кажется, парень с женой. Но это было очень давно. А вы помните девочку, которая пропала 10 лет назад? Дочка Поттеров? Да. Покажете, в каком направлении был их дом? Вон там, слева. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дерьмово выглядишь Зачем ты здесь? Мы должны были обсудить статью А, да Только в 8 утра, почему так рано? Ты сам предложил встретиться утром Сейчас утро Извини, я просто не один Я позавтракаю У вас всё нормально? Да, порядок Я собирался поработать над статьей и забыл Привет, Мэгги Привет Я приду через минуту Ладно Что? Ничего Ну ладно Эй Только не обижай её, ладно? И кто бы говорил? Ну, что у тебя? Я прислала тебе снимки вечером, видел? Смотрел На работе Знаешь, этот Скидмор Жутковатое местечко Что с ним не так? Кроме того, что там случилось 10 лет назад? Мне показалось, что за мной наблюдают Это паранойя, никто не наблюдал Это не паранойя, а странное ощущение Это пройдёт Что дальше? Твоя статья, ты скажи Надо поспрашивать соседей Привет, я репортер из Мэривиллской газеты Хотела спросить Привет, я из ежедневной газеты Мэривилла Простите, не могу ли я пойти к соседям? Привет, я репортер Проваливай! Ну как? Чувак Я чувствую себя и яговисткой А говорят, провинциалы дружелюбные Не здесь Так, следующий дом Здравствуйте, мэм Мы пришли поговорить о Боге Вы открыли своё сердце Иисусу? Вы пришли говорить не о Боге Простите, это была глупая шутка Мы репортеры из Мэривиллской... Все знают, кто вы такие Приехали, чтобы узнать, кто пристрелил Громиллу? Нет, мы здесь не из-за Маккелроя Мы насчёт Сьюзи О ней мы тоже не хотим говорить Мы пишем о ней статью и не хотели вас огорчать Тема невесёлая Чего вы ждали? На днях мы говорили с её сестрой Она была очень откровенна Она никак не может смириться А мы хотим жить своей жизнью И вам неинтересно, что с ней? Ей уже не помочь Сделайте одолжение, оставьте в покое Администрация города Скидмор Мисс Джонсон Да, босс Я жду статью Да, всё готово сейчас Только быстренько напечатаю Раз не напечатано, то не готово Простите, я сейчас всё доделаю Послушай Это настоящий мир, а не школьная стенгазета Ясно Я сейчас, сэр Для начала поздравь победителя Эй Всё хорошо? Да, порядок Который час? Пора идти Не хочешь выпить? Подружка не приревнует? Хочешь или нет? Хозяйка из тебя так себе Давай, вот сюда Эй Что? Спокойной ночи Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Кто вы? Это не важно Но я рискую, встречаясь с вами Почему так? Другое дело Связанное с Юзи Какое? Убийство в Северном округе Юная девушка Джессика Мерсер Как это связано с Юзи? Тут уже сами разбирайтесь Почему вы нам помогаете? Поскольку больше некому Эй, как с вами связаться? Я вас найду Малышка Лиза Джонсон Это ты? Рэймонд, привет Что ты здесь делаешь? Проезжала неподалёку Думаю, давай встретимся, угощу ужином Ну, время уже позднее Почему нет? Отлично Твой папа до сих пор иногда заходит Попить кофе и поворчать в стариковской компании Да, похоже на папу Зачем ты проделала такой путь? По работе Где работаешь? В Мэривиллской газете Не слышал, чтобы там случалось что-то интересное Ничего нового Я пишу Об одном старом деле Которое ты, кажется Помогал расследовать А я подумал, это дружеский визит Прости меня, просто Ты можешь помочь Как? Расскажи всё, что помнишь о Джессике Мёрсер Убитой в 2005 Зачем тебе знать об этом жутком деле? Мне сказали, что оно как-то связано с исчезновением девочки в Скидморе через пару лет Нет, они не связаны Дело Мёрсер было раскрыто Можешь рассказать Хоть что-нибудь? Я не могу обсуждать это с тобой Почему? Ты ведь журналист Нет Я дочь твоего друга С которой ты вместе ужинаешь И всё Никаких ссылок на источник Эд Генри Настоящий отморозок Всю жизнь имел проблемы с полицией Его обвинили в убийстве Да, и что? Это не секрет Данные обнародованы Но он не признался в убийстве Убийцы так никогда не делают? При чём здесь, Эндела Сьюзи? Я не знаю Хочешь с ним поговорить? Это будет трудно Почему? Он умер Да, это всё осложняет Рэймонд сказал, что Эд повесился Оставив записку, в которой отрицал Что виновен в убийстве Самоубийство и записку до сих пор замалчивают Думаешь, не виновен? Очень удобно повесить всё на рецидивиста Кто знает Вдруг он не врал Ты знаешь Рэймонда, да? Да, он старый друг нашей семьи Да А я ему жизнью обязан Не ковылял бы тот, если бы не он Спасибо Спасибо До несчастного случая вы были ведущим детективом Северного округа Да Хотелось бы сделать больше Что вам опять понадобилось? Рэймонд сказал, что вы можете помнить детали одного дела Какого дела? Джессики Мёрсер Оно давно закрыто Вся информация в открытом доступе Я слышала, что они всё обнародовали Что вам известно? Что скажете про Эд и Генри? Единственная улика указывала на него Но меня это всегда смущало Почему? Полагаю, вы не были лично с ним знакомы Нет Ни отпечатков, ни ДНК, ни волос На девушке ничего, никаких улик Кроме машины Эда неподалёку Вы же не станете утверждать Что человек, не окончивший школу Может так замести следы Почему его осудили? Вы родом из провинции? Да Тогда вы знаете, как там решаются подобные дела Врагов у Генри было больше, чем следов на заднем дворе Кто, по-вашему, это сделал? Я не знаю Но то, как обошлись с девушкой Глаза бы мои не видели Это было не просто чудовищно В смысле? Мы об этом не стали рассказывать Тот, кто её убил Не занимался с ней сексом Он взял початок А вы хорошо знали Джессику? Не очень Она была нормальной, тихой девочкой Хорошо училась Пастор из Шеридана отзывался о ней в положительном ключе Постойте, а пастором был Мэтью Донован? Да, он Мэтт мне очень помог Я слышал о людях Которые потеряли веру Столкнувшись лицом к лицу С подобным злом Но я Я хотел верить Я должен верить, что есть ад И что её убийца Туда попадёт Привет Здравствуйте Я Дэвид, это моя коллега Лиза Мы из газеты Мэриэлла Вот как Очень приятно Я Мэтью Местный пастор Очень приятно Да Том Трулинджер отправил нас к вам Да, Томми Слышали, как играет на гитаре? Просто великолепно Вы пишете о нём? К сожалению, нет Мы готовим статью о Сьюзи Поттер Да, это прискорбный случай Сьюзи замечательный человек Активная участница молодёжной группы Она хотела учиться Быть ближе к Богу Все прихожане её любили Мы слышали, это не первая Трагедия в вашей молодёжной группе К сожалению, нет В нашу церковь входила одна юная леди Но её отняли у нас Вы близко знали Джессику Мёрсер? Конечно Джессика была в старшей группе Ей было 15 Многие девочки брали с неё пример Вы с женой были последними, кто её видел? Это верно, да Но мы с Грейс больше не вместе Простите, мы не знали Ничего страшного Джессика была на собрании молодёжной группы Накануне убийства На следующий день я узнал о случившемся и... Единственный раз я почти усомнился в своей вере Было больно смотреть, как это подкосило жену Я не мог проповедовать с прежним пылом Понимая, что Бог был несправедлив к Джессике Мы созвонились с вашей бывшей женой пару дней назад Но ей явно не хотелось говорить о Сьюзи Она любила детей Когда она узнала, что не может зачать своего ребёнка Местные дети стали нашей семьёй Простите, ребята Возможно, это странно слышать от проповедника, но... Мне нечего сказать Мы понимаем Спасибо за помощь Никаких проблем Заходите как-нибудь к нам на службу Спасибо Прошло пять лет после загадочного исчезновения Сьюзи Поттер Но её семья продолжает поиски и не теряет надежды на лучшее Мы говорили с матерью Сьюзи Любая информация поможет Если вы что-то знаете, но хотите сохранить анонимность, мы не против Мы хотим вернуть свою девочку Мы хотим вернуть свою девочку Дэвид признался мне, что всю жизнь мечтал быть таким, как Джейсон Как Джейсон Что? Почему? Над чем смеётесь? Потом поговорим Пока, Мэгги Что обсуждали? Не твоё дело Говорили обо мне? Не хочу тебя расстраивать, но мир не крутится вокруг тебя Неужели? Мэривиллская газета, Дэвид слушает Это ты пишешь про разные старые дела? Ну да Да, это я Кто говорит? Встретимся в переулке за площадью в девять Я тебя найду Думаешь, придёт? Нет Даже не знаю, как он выглядит Может, это он зодиак? У тебя все зодиаки Не все, только левши Ты Дэвид? Да, я с коллегой Вот она Можно есть с нами? Кто вы такой? Брат этого не делал Он не ангел, но и не убийца Откуда знаете? Они встречались С малолеткой Она ездила в его тачке по городу Все знали Это интересно, но ничего не доказывает Слушай Я знаю, кто убил Ясно Хорошо Спокойно И кто? Мистер Деррих Он её трогал Откуда вы знаете? Джесс сказал Эду Он подумал на Дерриха Она не сказала, кто Она боялась А кто ещё об этом знает? Он не хотел, чтобы узнали Сказал бы полиции Говорил Они ничего не сделали Где сейчас этот Деррих? Уехал из города Найдите его Взгляните И всё поймёте Ты ему поверила? Не знаю Возможно Ты его видела? И что? Игнорировать зацепку, которую он дал? С ним надо поосторожнее Почему? Подумаешь, наркоман Не хочу, чтобы ты давила на этого Дерриха Считая его виновным А я не хочу, чтобы ты миндальничал Давай потихоньку Всё хорошо? Порядок Можешь рассказать Давай уедем отсюда Итак, этот Деррих Преподавал в Северном округе Там, где училась Джессика Мерсер Точно А через пять дней после убийства Перебрался сюда Чёрт Поговорим с ним? Стоило бы А я вас знаю? Возможно А, да Перед днём благодарения Я выгуливал пса Чарли Точно Я так понимаю, вы Джефф Деррих, правильно? Да Чем могу помочь? Мы хотели задать пару вопросов о вашей ученице, Джессике Мерсер Ладно Проходите, проходите Снаружи холодно Присаживайтесь Налить вам чаю? Нет, спасибо Нет Простите, как вас зовут? Я Дэвид Это Лиза Мы журналисты Лиза, я прошу у вас прощения За что? Я накричал на вас в предыдущую встречу Просто Народ здесь ужасно не любит Когда Незнакомцы что-то вынюхивают Я не хотел неприятностей Ничего Так чем я могу помочь? Ну, не могли бы вы рассказать нам о Джессике Мерсер? Что вы хотите знать? Вы были близко знакомы? Да, и я горжусь этим знакомством Она была очень одарённой К тому же просто красавица Вы видели фотографии? По-настоящему красивая девушка Её больше нет Это трагедия, но Теперь она в раю Вы знали Сьюзи Поттер? Вы же хотели поговорить о Джессике? Хотели Но мы надеялись поговорить об обеих девушках? Да Я преподавал у обеих Вообще-то Я одно время жил по соседству с Поттерами Вы жили по соседству, когда она пропала? Да Это был жуткий день Мать и сестра прибежали ко мне в панике Я почти всю ночь искал её вместе с ними Весь город вызвался помогать А утром вы её видели? Да Да Утром я проводил у неё урок И я Видел ближе к вечеру Она часто заходила? Да Да, да По школьным делам А когда её маме или сестре нужно было уйти Я за ней присматривал К чему эти вопросы? Мы слышали, что эти дела как-то связаны Какая связь может быть? Мы надеялись, вы нам скажете Не понимаю, о чём вы Расскажите На что вы намекаете? После убийства Джессики вы переехали из Северного округа сюда Почему? Смени у места работы Разве это преступление? Мы просто хотим знать Я не понимаю, к чему вы клоните Слушайте Мне очень жаль, что с девушками произошла трагедия Но я здесь совершенно ни при чём Вы трогали своих учениц? Что вы сказали? Лиза Прошу прощения, сэр Я говорю с ней, а не с вами Слышала, вы приставали к Джессике, это правда? Вон из моего дома Просто ответьте Вон, я сказал! Убери от меня руки, кусок дерьма Лиза, я... Эй! Что ты устроила? Мне надоел этот бред Какой бред? Он нас обманывал, он знает, что случилось Может быть, но так же нельзя Теперь он с нами не заговорит Веди себя вежливо Даже с педофилом и убийцей? К сожалению Я всё понимаю Трудно, но это наша работа Да, знаю Пойдём Я знаю, с кем можно это обсудить Джефф Деррих Вы уверены? Недостаточно для статьи Кто-нибудь спрашивал самого Джеффа? Скажем так, он не готов к сотрудничеству Это всё меняет Мистер Донован Джессика кое-что рассказала за несколько дней до смерти Ей было непросто говорить, потому что она была расстроена Что она сказала? Она не говорила в открытую, но у меня создалось впечатление, что кто-то ею воспользовался По-вашему, это был Деррих? Я не знаю Она ничего не сказала Повторяла Что надеется на Божье милосердие Вы кому-нибудь рассказывали? Матери и отчиму Как они отреагировали? Не очень Я просил их сообщить властям, или я сам это сделаю Они согласились Но Джессика из неблагополучной семьи Где Насилие не редкость А через пару дней нашли её тело Вас допрашивали? В полиции? Да Мы с Грей пытались помочь следствию А Кого вы считали насильником? Это мог быть кто угодно Когда в убийстве обвинили Эда Генри Мы вам сочувствуем Простите, что отняли время Можете не провожать Ещё кое-что Поговорите с Майком Лэмбертом Это он нашёл тело Пусть сам всё расскажет Было рано Ещё не расцвело Я помогал корове разродиться Когда услышал шум мотора В паре сотен ярдов от меня В той стороне А потом увидели, как Эд достаёт тело Этого я не говорил Да, машина принадлежала Эду Но я не сказал, что это был он Вы видели, как кто-то достал тело из машины Эда Да Но я тогда ещё не знал, что это было тело Итак, вы видели, как неизвестный Достает что-то из багажника машины Эда Кто это был? Я не знаю Но в суде вы утверждали, что это был не Эд, да? Так и есть Эда Генри я бы узнал С любого расстояния Здоровый был кабан А тот, кто привёз тело, был? Намного меньше И что потом? Ну, адвокаты Обработали присяжных, чтобы мне не поверили Мне проверяли зрение прямо в зале суда И припомнили, что мы с папашей Эда были старыми друзьями Да, и потом сказали, что я являюсь ненадёжным свидетелем Вы готовы официально подтвердить, что тем утром вы видели не Эда? Ну, не знаю, кому это теперь поможет Ну, конечно, почему нет? Ежедневная газета Да Это я Входи Что ты хотела, Лиза? Она помогает мне со статьёй Об этом мы и хотели поговорить Дэвид, я же ясно выразился Простите, сэр Я понимаю, что вы злитесь Это твоё задание А от тебя, Лиза, я жду уже три незданной статьи Я понимаю Но эта история оказалась очень запутанной Почему? Мы предполагаем связь с убийством Джессики Мёрсер Предполагаете? Ничего конкретного? Мы над этим работаем Что у вас есть? Один источник сообщил, что Джессику домогался учителя Другой источник подтвердил Учитель? Предположительно То есть вы опираетесь на слухи? Приходите ко мне, ни с чем Дэвид, ты же хороший журналист Мы говорили со свидетелем, который утверждает, что тело Джессики выбросил не Эд Генри Это давно не новость У вас ничего нет Точка А как же источники? Живые люди Лиза На чьей ты стороне? Дело не в этом Он прав У нас нет ничего конкретного Серьёзно? Хочешь потерять работу? Ну, спасибо Эй, Лиза, я... Дэвид, на это нет времени Сам знаешь Соберись Или мне придётся найти тебе замену Субтитры сделал DimaTorzok Джефф Деррих Я её спросил Почему так подскочили цены? Знаешь, что она мне ответила? Что же? Что цены пришлось поднять, чтобы оплатить новое меню Субтитры сделал DimaTorzok Весёлая таверна Уким Отдыхаешь? Пыталась Ты пришёл извиниться? Слушай, я... Просто невероятно Что? Повесил на меня всех собак Ты серьёзно? Знаешь, Джейсон прав Этого недостаточно И что, мы сдаёмся? Нет, я... Я не сдаюсь Ясно? Я знаю Джейсона А ты превращаешь статью в личную месть За что? Ну, давай, скажи Послушай Нет, ты послушай Ты не имеешь права Учить меня работать Намекать, что у меня есть личные счёты И я не могу оставаться непредвзятой Как эмоциональный подросток Лиза Дай мне закончить У меня получается И я знаю, что в любом случае Я могу написать Хорошую статью Мы оба знаем, что дело не только в работе Мне плевать на прошлое Да? А мне не плевать Ясно? Ты ушла Ни записки, ни объяснения, ничего Я проснулся, тебя нет Каково мне было? Прости, что я так сбежала Мне правда жаль Но у меня сейчас есть дела поважнее Нет, надо всё обсудить Хочешь обсудить? Ладно Тебе было мало просто дружбы Я была не готова Думала, что готова Но нет Так сказала бы Вместо того, чтобы исчезать Так не делается Зачем ты вернулась? Потому что нашла работу Ты знаешь, о чём я Почему ты вернулась? Могла уехать куда угодно Меня уволили У меня была хорошая зацепка Боссу не нравилась моя эмоциональная вовлечённость Но я не отступала И меня уволили Типично для меня Дэвид, прости за мой поступок Да, и ты прости За извинения Господи, какая гадость А что ты хотела за три доллара? Мне пора Схожу в библиотеку, пока не закрылась Новая зацепка? Нет Я поведу Публичная библиотека Мэривилла Что ты читаешь? Старые газетные подшивки Нашёл что-нибудь? Фотографии с Юзи Можно взглянуть? Да Это она? Да, это Сьюзи Нет, это мой источник Уверена? Да, но я не видела этой фотографии Куда ты? Эй! Я без машины? Привет, Диана Это Лиза Джонсон Простите, что так поздно Но у вас нет номера телефона Кэсси Гилланд Думаю, есть Я посмотрю Лиза? Да Нашла Записываете? Записываю 587-8-3-0 Большое спасибо Алло, Кэсси? Да Это Лиза Джонсон Мы уже встречались Ежедневная газета Ну, мы вместе учились в школе Довольно близко дружили Посещали одни занятия Ходили в одну церковь Тусовались, обсуждали парней Как все девчонки В ней было что-то необычное? Я не думала Но теперь стала сомневаться Почему? Я об этом не задумывалась Но порой Сьюзи вела себя странно Странно? Отстраненно Мы переодевались перед физкультурой И я замечала синяки у нее на ногах И на груди Я спрашивала Что это такое? Но она всегда отшучивалась Почему вы никому не рассказали? Я была ребенком И не понимала, что происходит Только став старше Я догадалась Что рядом с ней был монстр И я не могла его остановить Это был ваш учитель, да? Учитель? Джефф Деррих? Нет Он не от мира сего, но безобидный Тогда кто? Молодой священник Донован? Да Папа Сьюзи умер Мэтт заменил ей отца Сьюзи вам что-нибудь говорила? Что она помогала в церкви И они играли в игры Но она была сама не своя Вы оставались наедине с Донованом? Нет Но я была у них дома вместе с Сьюзи Я помню Грейс приготовила закуски А потом ушла в магазин И Донован предложил нам поиграть Он нас щекотал А мы не должны были смеяться Сначала он щекотал Сьюзи А потом перешел ко мне И стал щекотать меня А потом провел рукой наверх И стал трогать меня за грудь Я просила остановиться Но он не слушал И я закричала Хватит Было так неприятно Я вышла из комнаты И пошла наверх в спальню Я слышала Как он щекочет Сьюзи В гостиной Я осмотрелась И Нашла шкатулку Я Ее открыла Заиграла музыка Но Донышко отклеилось И я его приподняла Там был полароидный снимок Девочки без рубашки Потом Я услышала шаги И убрала шкатулку Вошел Донован И с улыбкой спросил Что вынюхиваешь? Кто был на снимке? Я недавно видела Репортаж в новостях Про годовщину убийства Джессики Мерсер И сразу ее узнала А что его жена? Я думала о ней Она оказалась такой милой Впрочем, и он тоже Мне кажется, она что-то знает Мисс, нам нужен адрес Грейс Простите, но я не могу сообщить эту информацию Поймите, с ней нет связи несколько недель Попробуйте еще раз позвонить по телефону Больше ничем не могу помочь Да, ясно Ну как? Спроси Диану Поттер Она ее не видела Я звонил в канцелярию округа, но и там не сказали Черт, значит это конец Может и нет Да, спасибо, что перезвонили Я хотела задать пару вопросов Алло Привет, Алиса Это снова Дэвид Фримонт из газеты Мэривилла Я же сказала, что ничего не знаю Ничего страшного Слушай, мы пытаемся найти Грейс У тебя нет ее адреса? Зачем? Насчет исчезновения Сьюзи Было бы полезно с ней поговорить Адрес есть Но я тебе не давала Она живет на Черри-стрит в Исидоре Большое спасибо Порядок, адрес есть Погнали Грейс Вы дома? Грейс Что вам нужно? Мы журналисты из газеты Мэривилла Мне нечего вам сказать Пожалуйста Всего пару минут Уходите, пока не вызвала копов Грейс Мы хотим задать несколько вопросов Вы лучше всех знали девочек Я рассказала копам все, что знала Ничего нового нет Мы вам верим Мы вас ни в чем не обвиняем Мы нашли улики, которые должны были всплыть 10 лет назад Они касаются Вашего бывшего мужа При чем здесь Мэтт? Источник рассказал нам о моем неподобающем поведении с девочками При мне он так не делал Вы всегда были рядом? Нет Он проводил личные встречи с детьми Наедине Я считала, что работа в приходе Это семейное дело Но он сказал, что некоторые проблемы Может решить только пастор Ни у кого не возникало вопросов? Мэтту все доверяли Не было ничего необычного Однажды Сьюзи вышла из кабинета в слезах Я спросила, в чем дело Но Мэтт сказал, что это из-за ее отца Вы никому не рассказывали? Я подумала, что он сказал правду Но вас эта ситуация удивила, раз вы до сих пор об этом помните Слушайте, как священник Мэтт часто говорил с людьми Он никогда вас не бил? Прошу, подождите Простите, Грейс, но Это важно Однажды Я убирала в спальне И уронила шкатулку его матери Он услышал Когда я нагнулась за ней Он меня схватил Я думала, руку мне сломает По-вашему, он что-то скрывает? Когда я решила уйти Было просто Он был так далеко Я попрощалась со случайным знакомым А не с мужем, с которым прожила 8 лет Донован врет Насчет чего? Грейс, очевидно, может зачать ребенка Зачем ему обманывать? Может, у него с этим проблемы? Спорим, шкатулка, из-за которой он чуть не сломал ей руку, была музыкальной Да, все сходится, но мы не можем вешать всю вину на Донована, не собрав материал Мы ничего на него не вешаем Он убил девочек Неделю назад ты хотела казнить за это Дерриха Это не журналистика, а охота на ведьм Это не просто статья, Дэвид Да, и давно Мы не копы, Лиза, а ты это забываешь Мы не наводим порядок, мы излагаем факты Не читай мне нотаций Боже, а что я должен делать? Веришь, что он убийца? У нас нет доказательств Мне плевать, хватает ли нам обоснований для печати Ты сам в это веришь? Да Верю Тогда мы должны что-то предпринять, пока это не повторилось Что будем делать? Кэсси и Грейс вспоминали шкатулку Вдруг там есть фотография Сьюзи? Да, но мы не можем пойти и взять её Нет Что? Ты туда не пойдёшь А есть другие варианты? Ты сейчас рискуешь не только карьерой, но и жизнью Ты готова на это пойти? Разумеется Слушай Я зайду Возьму снимки И мы анонимно передадим их полиции Можешь подождать в машине, не надо заходить Стоять на шухере? Плохо, если поймают одного Хуже, если двоих А ты умеешь вскрывать замки? Нет, а ты? Возможно И у меня есть это Лиза Что? Пойдёшь туда с пистолетом? Использую при необходимости Я это сделаю С тобой или одна Пойдёшь туда с пистолетом? Пойдёшь туда с пистолетом? Который час? Без четверти восемь Ему уже пора идти в церковь Эй, Лиза Да Он идёт Ему уже пора идти в церковь Так Я пошла Я пошла Ему уже пора идти в церковь Дюйзий Эй, Лиза Эй Юго Продолжение следует... 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 Продолжение следует...